Тема у нас построение припусков швов и модификации среза. Я для работы открыла проект из группы ЕМК Женские конструкции. Единая методика конструирования одежды. Женские конструкции. Здесь я выбрала жакет женский. Но я буду по ходу дела выбирать и другие основы, чтобы показывать различные узлы и брюки, и другие какие-то конструкции. Вот когда вы закончили, только полностью закончили, больше не предполагается именно редактирование алгоритма. Изменение обмерных данных, пожалуйста, можете выполнять. Но если вы будете постоянно корректировки вносить, ваши созданные во втором разделе программы, в окне лекал, припуски будут просто исчезать. Потому что нет в этом окошке откатов. Не воспринимается всё, что здесь будет происходить, как изменение вашей конструкции. Это только её внешнее дооформление. Также здесь вертикальное меню работает, мы сказали. Оно и в режиме чертежа работает, как экранной операции. Та же самая проверка вот этих групп линий сопряжения. Но мы могли деформировать линию командами верхнего меню. Так вот, в режиме лекал, где есть тоже вот эти сцепки, например, плечевое совмещение, выполняем. И если мне форма сопряжения здесь не нравится, исправить её я могу только в чертеже. Поэтому работаем в закладке лекала, уже получив окончательное своё построение, не предполагающее радикальных каких-то изменений в конструкции. А только изменения именно вводных данных, изменения прибавок, мер, параметров. Форму методики, да. Но формул заложенных в закладке переменные. Чем больше вы сюда введёте, потратите время, тем лучше. Вам тогда проще будет корректировать. Но как только вы заходите в окно отладчика, к сожалению, всё, что вы выполняли в закладке лекала, построение припусков, швов и модификаций, вот это наша тема сегодня, всё это будет исчезать. Поэтому первичным есть условие, оформленный окончательно ваш чертёж построения. Напоминаю, как мы после вот таких экранных совмещений приводим бачок в порядок. Либо вот этой кнопкой вернуть лекала в исходное состояние, ну а можно вот эту кнопку организовать, экран нажать вообще-то. И всё как-то вот по порядку какому-то разложится. Итак, приступаем. Ну, я рукава пока в сторону отложу. Начну всё-таки с лекала снова. Принцип откладывания швов, это первая операция, установить параметры, сводится к двум стадиям. Мы должны заложить параметры припусков швов, а это ширина отступа на припуск и доведение на краях данного участка. А что мы будем называть участком? Это вот эти части линий между двумя белыми точками. Так вот, мы зададим вот эти самые параметры, а вторым шагом мы выполним построение в каких-то режимах, то есть сразу видеть линию или не сразу. Это когда жёлтая молния. Во всех участках одна и та же параметристика, одна и та же ширина или нет, тогда вот символ в круговую или только на данном участке. Ну, а символ записи этой информации, это, конечно, пёрышко. То есть вот здесь эмблемы, картинки в круговую, значит, по всем участкам. Запись информации, это пёрышко. И тут же глазами увидеть то, что мы там заказали. Это молния. Отсюда вывод, когда я жму сразу тройную картинку, для всех в круговую записать вот этот параметр отступа наружу со знаком минус с доведением до пересечений соседних швов, то сразу я получаю построение. То есть тройная картинка для швов постоянных на лекале. То есть на каждом из участков одна и та же ширина шва и тип шва на концах. Левая колонка в начале участка по часовой стрелке, правая в конце участка по часовой стрелке. Но если вы продолжаете работу после дизайна в нашей программе «Конструктор», то нет необходимости это делать. Припуски строить, вот как я сейчас построила. И уж тем более оформительские вот эти модификации. Строить под гипниза, оформлять вот эту выточку. Смысла в этом нет, поскольку это всего лишь базовая основа. И мы передадим эту основу в программу «Конструктор». Вызовем ее там. Я давала этот урок для тех, кто работает в программе «Конструктор». Как вызывать базовые основы из программы «Дизайн». Но если вы не планируете работать в «Конструкторе», то есть у вас просто нет в вашем комплексе приобретенной программы «Конструктор», тогда да, конечно, вам нужна эта тема. Так вот, в круговую я шов построила, но у меня средний шов, например, предполагает построение 2 см. Тогда я могу либо вот с этого выделено красным участком по часовой продвигаться, либо против часовой, либо щелчком в участок приходить в нужные мне участки контура. Например, вот в этот я участок установлю, курсор, и для него перепишу информацию, например, 2 см. И вот тогда у меня есть варианты вот так вот записывать эту информацию, но на этой кнопке для этого данного участка нет молнии, как вот на этой кнопке. А значит, я ничего пока не вижу. И я скажу, почему это даже иногда бывает более щадящее для глаз. Следующий участок записать, следующий записать, следующий записать. И вот теперь с этой новой информацией в круговую построить. Здесь уже перышка нет, поскольку все перышки мы уже понажимали. И вот тогда я в конце вижу результат. А вот почему я его не захотела сразу увидеть. А давайте я опять поставлю. Во-первых, давайте, как удалить этот припуск из учебы. Вот вторая кнопочка. Удалить правила построения швов. И исчезли все и припуски, и вот эти цифры, которые немножко могут загрязнять чертеж. Тогда я еще разочек захожу в команду построения швов. Также вот стучу в какой-то участок. И я действительно могла и построить сразу в круговую самую популярную ширину. И переходить на участок вот среднего шва. И тут же поочередно вот так вот строить. Два сантиметра. Записать и тут же увидеть это дело. Построить. Но посмотрите, что вы увидите за картину. Это поиск осуществлен программой двух пересечений, которые вы ей заказали. От этого вы заказали параллель, то есть экридистантный отступ сантиметр. Но вы же еще от этого участка заказали два. Вот это два, которая искала пересечение с сантиметром и нашла его аж здесь. И отстроила как бы в обратном направлении эту параллель двухсантиметровую. Потом, тем не менее, я продолжу. Перейду на следующий участок. И тоже записать, построить нажму. Тут все вроде бы наладилось. Нашлись два пересечения двухсантиметровых. И нормально точка стоит. Но находится следующее временное пересечение сантиметровой параллели и двухсантиметровой. Она закончилась ведь не на этом участке, а доведена до пересечения со следующим. Вот это и значит тип от шва до шва. В начале доводить до шва и в конце вот этого участка. Вот у нас начало, мы довели его до шва. А вот у нас конец, мы его довели до шва. Я его могла, тут есть и другие типы. Я его могла не доводить до шва, а доводить до нормали, например. От шва до нормали. И заказать его вот только до этой нормали. Но от этого не легче. Все равно, вот видите, эмблема чуть-чуть там поменялась от шва до нормали. Вот эти эмблемы, их можно, если они вас там напрягают, вот так вот видимостью выключать. Но нам наоборот даже лучше их сейчас видеть. То есть не решает это проблему. Более того, тип от шва до шва, это вы уверены будете, что у вас будет четкая стыковка. Потому что шов можно вообще остановить на уровне какой-то точки, на линии, на уровне какой-то линии. Все это такие дополнительные режимы, которые вы можете изучить, если вам это очень интересно, с помощью клавиши F1. И вы можете посмотреть всю теорию по этой теме. Я сейчас показываю действительно жизненные, нужные вещи, а не то, что у нас вообще есть в программе. Вы и 50% того, что есть в программе, можете не знать и спокойно работать. Так вот, я перехожу все-таки на следующий участок и заказываю построить. Опять вижу временное пересечение. Теперь уже вот это. Тем не менее, я продолжаю, дохожу до последнего вот этого участка красного. От него тоже ставлю два. И только тогда у меня все стабилизируется. То есть, действительно, двухсантиметровый припуск, который и в начале, и в конце находит пересечение с продолжениями швов соседних участков. И при этом эти пересечения, ну, нормальные, выглядят они правильно. Особенно правильно всегда будет выглядеть пересечение двух ширин сантиметрового участка горловины и двухсантиметрового участка среднего шва на разных концах этого участка. Именно благодаря углу. Так вот, в угловых точках вы спокойно сможете задавать разноширинные швы. Именно благодаря тому, что на углу-то программа найдет нормальное сразу пересечение. А когда линии более или менее плавно переходили одна в другую, вот программа и искала эти пересечения где-то там вдалеке. А если они настолько плавно переходили, что почти параллельно друг к другу шли, это то, что у нас вот тут вот получилось в начале, то вы увидите вообще где-то торчащее пересечение, а может быть это вообще будет в другом конце экрана, как улетит у вас куда-то точка. Вот поэтому имейте в виду, можно делать сразу вот в круговую записать и потом перезаписывать по участкам, но только если вы понимаете, чего вы хотите. Если вы понимаете, что я вот сейчас дойду до конца по всем участкам, по среднему шву, и в итоге все состыкуется красиво, пока не буду паниковать. Но если вы паникуете, то, отключаю эти построения, стройте не вот этими двумя кнопками, для всех построить популярную ширину, а потом для нужных участков перестроить. Стройте это тремя кнопочками. Так вот, у меня стоит ширина сантиметр, и я ее для всех участков запишу. Но видите, на этой кнопке нет молнии желтой. Как мы с вами знаем, символ молнии всегда, ну вот, например, эта молния, построить то, что там было в алгоритме заложено, так и здесь мы заложили данные параметры, все заложили, но вот построить эти швы, это тогда была бы молния. А на этой кнопке ее нет. Значит, параметры я задала, я могу это увидеть, вызвав видимость. Вот, цифры есть, уже все случилось. Тут цифр нет, здесь еще швы не отложены. А сейчас у нас параметры уже появились, но мы пока швов не видим и не хотим видеть, потому что мы знаем, что сейчас красивую картинку мы пока не увидим. И вот мы начинаем вот с участка нижнего по среднему шву задавать вот эти наши два. И запишем, но тоже пока не хотим это видеть. Переходим на следующий, запишем, на следующий, запишем, на следующий, запишем. Итак, для всех записали, для отдельных перья записали другую ширину. И вот третьим щелчком для всех строим. Уже здесь перышка нет, здесь только строим то, что заказали раньше. Итак, либо две кнопки, когда сразу видимость швов, либо три кнопки в работе для всех заказать, для отдельных участков перезаказать и для всех построить. Я еще по участку низа хочу отложить либо, ну, на самом деле, шов, который мне нужен, скажем, 2 сантиметра, но я, как ни странно, отложу ноль, чтобы отступ обнулен был, чтобы линия зеленая, линия нашего контура среза, прошла ровно по линии желтого контура готового вида, чтобы перейти к следующему блоку вот этих самых модификаций швов. Итак, в нашем первом блоке здесь, этот блок заблокирован у нас, как вы поняли, он относится к режиму чертежа. Так вот, первый активный блок здесь, параметры швов и удаление швов. А вот эти кнопки, это перестроение, если у вас каким-то образом этот контур потерялся, там вы что-то удалили каким-то образом, вы можете его перестроить. А вот эту кнопку мы еще не изучали. И вот весь следующий набор команд, это оформительские задачи на припуске среза. И, например, подгиб низа, это одна из самых популярных модификаций, преобразований, построения манжеты называется. Ну, потому что имелось в виду разработчикам цельновыкраины манжет, и вот так вот был назван этот режим. Выходит окошко при указании линии подгиба. Именно поэтому у меня здесь сантиметр шва был не нужен. Мне вот этот уровень нужен. Краснеет, обратите внимание, что красным. Именно зеленая линия покраснела. Не желтая, именно шов. Так вот, все эти модификации предполагаются, что вы выполняете именно на зеленом контуре среза. Ширина уже здесь засвечена. То есть ячейка эта уже активна. И вам можно в нее дополнительно не щелкать клавишей мышки, а сразу с клавиатуры вводить желаемую величину подгиба. Какие здесь еще режимы, познакомимся. Но пока вот по минимуму стандартное построение предполагает в экранном меню вот этот перегиб. Указать линию перегиба согласно нижней подсказке и перегибаемую часть. И вот у меня выполнился подгиб с повторением формы боковых сторон. И щелчок. Идет разворот. То есть в таком экранном состоянии, это ведь экранная команда в вертикальном меню, а мы знаем, что все, что в вертикальном меню, это просто режимы работы с экраном. Если я сейчас хочу удалить эту модификацию, но не трогать шов, я могу вот этой перечеркнутой кнопкой с молнией прямо в эту эмблему указать. Но для этого должна быть эта эмблема, наверное, все-таки вызвана. Поэтому вот эта кнопка здесь приобретает особый вес, чтобы избавиться от вот этих всех модификаций, нужно будет включать видимость эмблем. Как иначе я в нее попаду. Так вот, почувствуйте разницу. Когда я указываю участок, модификация строится. Например, 2 см хочу подгиб. И я еще раз этой же модификации укажу участок, а не эмблему, участок. То тогда я могу еще построить сантиметровый подгиб дополнительно. Например, у меня бесподкладочный жакетик с вот такой двойной подгибкой. И у меня поверх одной модификации может быть построена какая-то другая. То есть это как конструктор, где вы будете из разных модификаций собирать нужные вам конфигурации. Таким образом, когда я указываю линию, я получаю еще одно построение. А вот когда я в эмблему указываю, я удаляю это построение. Ну и следующее. Итак, какие еще есть там модификации в этой команде? Например, я могу построить эту линию подгиба, но по концам я могу заузить по минус 2 мм. либо с каждой стороны левая колонка начало, правая конец построения. И тогда вот экранный перегиб мне показывает, что линия будет заужена. Но, возможно, я бы хотела сделать это заужение только с одной стороны. Вот тут прямая линия, я хочу и подгиб тут прямой. Тогда левая и правая ячейка отвечают соответственно за начало и конец участка. И вот я в конце оставлю 0, а вот в начале сделаю это заужение. Ну и, конечно, саму ширину не забыть. 4 см. И теперь при перегибе линия перегиба, перегибаемая часть, я вижу, что здесь идет вровень линия, а здесь уже немного срезан. А вот если бы я хотела еще уже, вот я поняла 0,2, но мне не хочется всю модификацию переделать, я просто хочу сдвинуть точку. Я имею такую возможность, работая вот в этом блоке, например, сместить точку по x, y. В данном случае меня это устраивает, поскольку линия горизонтальна. И вот это такие диаграммные представления. Когда мы видим путь смещения точки, видим величину, на которую мы смещаемся, и шаг смещения можем поменять, если что, сейчас миллиметр. И вот я могу в любых, в принципе, направлениях двигаться. И если понимаю, что я тут что-то не то делаю, я отключаюсь, очищаем экранное выделение. Так вот, если я четко знаю, зачем я сюда зашла, например, на минус 0,2 заузить, я тогда среднюю кнопочку нажимаю, увидела путь новой точки, и подтверждаю. И тоже эмблема появляется. Ну, есть и смещение в направлении на, когда я могу вдоль какой-то линии наклонной смещаться. Ну, я на примере вот этой наклонной покажу. Хоть, может быть, это не совсем здесь имеет смысл, но сам принцип. Вот сантиметр, я могу сместить эту точку на сантиметр, например. Вот что-то такое могу делать. Ну, видите, откатов здесь нет. И чтобы избавляться от этих эмблем, это мне только нужно в эмблему попадать. Но я все-таки оставлю режим подгиба 4. Как же мы на спинке оформим выточку? Есть такая операция оформления выточки. И здесь мне нужно определиться, на какую сторону будет вот этот вот внутренний припуск, да, заутюжен. И если я хочу выполнить заутюживание к центральной части спинки, я первую указываю вот эту точку на главном контуре, задающую направление заутюжки. Точка заутюжки, вторая точка и центр. Вот выходит информация, потом рассмотрим ее более подробно. Сейчас вот я поставлю да. вот это место я хочу оформить уступом. Вот эта операция создать уступ. Указываю участок для воображаемого перпендикуляра до пересечения с вот этим участком. Теперь мы построим припуск шва на бочке. Точно так же в круговую, но по низу 0, чтобы построить подгиб 4-сантиметровый, например. уступ к этому участку до пересечения с соседним сантиметровый. Ну и к этому участку хочу построить сантиметровый припуск. Если шов разный, ширины в начале и в конце, вы сможете во всех этих кольчейках включать вот эту настройку. нам не нужно. И посмотрите, какая у вас может быть ситуация. Я могу сделать экранное совмещение. Неподвижная точка, подвижная точка, вторая неподвижная, вторая подвижная. Это наш чертеж, да? А это оформительские наши припуски. Так вот они не равны. Но швея, она-то не будет видеть вот эту нашу желтую линию. И она, вот смотрите, я группу расцеплю. И значит, я смогу теперь свободно двинуть деталь. И я вижу, что швея будет делать. Она вот так совместит. Припуск с припуском. И вот эта наша конструкция будет с погрешностью в этом случае представлена. Это же, она-то строчит на лапку швея. Она-то не знает, что у нас тут при построении разновысотные уголки уступы получаются. Бывает. Когда это бывает? Когда один из углов острый, а один тупой. Вот я отодвину бачок. Он наклонен. Вот я долевую даже вызову, чтобы понять, что да, он действительно наклонен. Так вот, я восстановлю его в исходное состояние. Если вы сейчас нажмете организацию лекал, да, оно тоже восстановится, но вы опять сделаете такую перерасстановку всех лекалов. Вы же их только что укладывали. Поэтому лучше вот этой операции возвращайте лекала в исходное состояние. Так вот, как же нам сделать уступы одной и той же высоты на вот этой детали, где угол тупой, больше 90 градусов, у вас не было вариантов, как построить уступ. Любой уступ выше был бы шире. А вот здесь мы можем себе позволить такую дополнительную надстройку с учетом того, что на этом уровне перпендикуляра шов будет сохранен, а дальше нам программа может позволить и ниже свестись, и выше свестись, уравняв до вот этой высоты. Есть вот такой блок с тремя кнопками для создания уравненных уступов и уголков для острых углов. То есть вот эти три кнопки работают с острыми углами лекал в местах вот таких наклонных членений, то есть углы меньше 90 градусов. Так вот здесь уступы можно регулировать. Я тогда перечеркнутой молнией удалю вот эту модификацию. Основная здесь центральная модификация. Четыре щелчка, но при условии, что лекала лежат вот так, как они у меня здесь лежат, в разворот спинка в одну сторону как бы смотрит, бачок в другую. Что я имею в виду? Посмотрите на рукава, например. Они оба лежат на одну сторону. А это условие этой операции. И нам, когда я вам буду на рукаве показывать эту же задачу, нам придется еще рукавчик экранным разворотом зеркально перевернуть. А здесь мне сейчас этого делать не требуется. То есть, как бы в разутюжку разложить два этих лекала нужно сначала. И вот я выполняю четыре щелчка. И так для всех этих трех операций уравненных уступов, уголков. Совмещаемый участок на самом лекале, не на припуске. То есть, на основном его участке. Раз соответствующий на дополнительном лекале. К нему достраиваемый лекал, пристраиваемый. Второй участок, к нему пристраиваемый участок. Итак, раз, два, три, четыре. И так во всех трех этих кнопках. Но это только после того, как я стандартный уступ построил. вот этой команды. Именно на детали спинки, на тупом углу. Эта же ситуация, кстати, будет не только на спинке, но и на полочке с бачком. На верхнем рукаве с нижним рукавом. То есть, везде, где у вас будут тупые острые углы, где будут какие-то наклонные скосы, членения, такие вот косые. Вот это будет та же самая проблема. И теперь мы ее решили. У нас вот эта высота теперь равна вот этой. Видно, как немного форму поломала, но программа вставила защищающую ширину шва точку, чтобы здесь сантиметровым осталось втачивание, собственно, в тройму. нижняя область промеров, алгебра швов, позволяет, например, расстояние между точками измерить. Раз, два, минус, раз, два. То есть, я нашла разницу двух длин и вижу, разница равна нулю, а значит, и сами длины одинаковые. То есть, я таким образом уравняла высоту этого уголчика. Ну и на этом лекале спинки мне осталось, может быть, вот тут вот поставить надсечку. Во-первых, я могла построить уступ, чтобы здесь точку получить, но нет необходимости, если тут прямой угол. Все, что мне нужно, это вот в блоке надсечек кнопка вставить точку на пересечении с линией. Вот эта линия и вот эта линия и на воображаемом их пересечении находится точка. Здесь только главное помнить, что указываем первым, какую из двух этих линий, ту, на которой мы ожидаем точку. А вот вторая линия, пересекающая, она, как вы видите, может и не доходить, может и переходить. Это называется явные и неявные пересечения. Так вот, явные или неявные пересечения мы нашли точку и поставили здесь эмблему. Я могу в блоке надсечек, если уже точка какая-то есть, она может быть создана в чертеже, то есть на стыке двух участков. Давайте посмотрим чертеж. Правда, тут ведь стояла точка. Так вот, везде, где вы в чертеже ставили именно конечные точки участков, эти точки ведь и здесь будут. То есть моей власти поставить надсечку в любой такой точке на срезе именно. Не на готовом виде, но на срезе. А люди-то от нас срезой ждут. И вот я вполне могу поставить. Только тут вопрос, будет ли у меня соответствующая надсечка на акате тогда. Поэтому давайте я пока наверное ее удалю вызвать эмблему вот этой операции. Итак, я пока только поставлю надсечку здесь. Здесь тоже хочу надсечку. Ну и например по отношению к бочку, где я тоже наверное поставлю две надсечки здесь. Ну вот тут бы мне бы еще какую-то надсечку для стыковки. Я могу вот этой второй командой вставить надсечку на срезе. Например, поделить пополам вот этот участок соотношений 0,5 и ставится вот эмблему уберу вот такой вот бантик. то есть участок делится пополам. Я могу вызвать внизу вот эту кнопочку вывести длинный участков и я увижу эти два расстояния. Ну я могу их убрать. И точно так же могу поделить здесь пополам. Это если я указываю участок, эта команда работает в режиме деления в каком-то соотношении. естественно я и само соотношение могла менять. Вот у меня будет надсечка для совмещения. Но я сейчас вызываю эмблемы и уберу эмблемы надсечек и поставлю этой же операции но на каком-то расстоянии например от талии. Это уже заработало видите здесь первый режим. То есть в этой команде работы с надсечками есть два режима точка соотношения если я указала участок и точка на расстоянии если я точку отсчета указала. В данном случае я указала точку. И вот я вставляю точку например на 10 сантиметров по часовой стрелке по контуру с плюсом соответственно это будет треугольник. Значит точка делящая соотношение это бантик точка отстоящая на расстоянии это треугольник и точно так же здесь от этой точки на минус теперь против часовой на минус 10 и вот теперь если я проверю расстояние длины участков я буду видеть что эти длины равны. Более того если я сейчас начну вот так по размерам продвигаться например дойду до 92 и я увижу теперь другую величину обмеров участков но вот эта цифра заложенная в 0 10 остается то есть когда я закладываю эту информацию я ее как бы понимаю как единую по всем размерам если вы хотите с градацией получить отступ это вам нужно было в чертеже поставить точку на расстоянии вот как здесь откуда взялась конечная точка она ведь в чертеже была отложена уровень бедер так и здесь если для вас действительно важна на каком-то расстоянии например для кармана какого-то если это бачок переда так я должна была эту точку здесь на чертеже тогда поставить чтобы она менялась по размеру или если в режиме лекарту тогда в каком-то соотношении но для кармана соотношение может быть не совсем правильно для входа в карман возможно тем более если там молния как это предполагается определенные величины поэтому имейте это ввиду все исходное идет из чертежа там вы решаете такие вещи только повторяю условия это должна быть тогда конечная точка то есть участок должен быть в чертеже с помощью операции ножницы разрезан только разрезанную линию мы воспринимаем как участок то есть у нас точки могут быть промежуточными и конечными и вот такая точка на горловине называется промежуточная то есть она в цвет участка и посмотрите на чертеже как она была получена вероятно она была поставлена при сборке каким-то образом там по нормали от какой-то точки то есть она была образована на этом лекаре всего лишь и в ней да тоже можно ставить надсечку то есть у нас точки бывают конечные белого цвета и промежуточные в цвет участка и вот эти промежуточные вам там чертежи еще надо постараться здесь поставить а вот конечные это всего лишь разрезание ножницы если бы я хотела шлицу построить маленькую шличку жакетик короткий но я бы хотела тут иметь шлицу так вот у нас есть построение например выступа на углу я могу указать линию и увидеть вот тут внизу ее длину 1082 но я просто хотела прикинуть так же прикинуть длину линию я могла просто естественно измерить этот участок но это же нужно заходить в этот режим очищать перед этим измерением а просто щелкнув в линию я вижу эту информацию ну в данном размере так вот это я так себе прикинула что у меня тут 10 сантиметров подгиб у меня 4 сантиметра значит у меня есть 14 сантиметров примерно на шлицу значит длиной 12 я точно здесь помещусь но ведь у меня стоит вот эта точка на пути конечная 4 сантиметровый участок и не может одна модификация перескочить через участок ведь что мы указываем когда мы швы строили что загорается красный участок мы не 2 участка подсветили не 3 а 1 и все наши модификации тоже строятся на конкретном участке а значит если я сейчас выступ на углу от этой точки захочу получить то вот в эту сторону какую-то еще дополнительную ненужную мне конструкцию такую я могу получить значит наружу минус 1 я напишу например минус 2 ширина это всегда движение по нормали выступ или вырез ну и поэтому принцип швов здесь для знака нужен нам наружу минус припуски строится внутрь плюс если главный контур срез а вот длина слова предполагает движение по контуру здесь у нас работает принцип часовой стрелки по часовой стрелке по обходу контура плюс а вот против часовой минус значит если я минус 10 например закажу я получила бы какой-то такой выступ но я удалю эту модификацию щелчком мне это нужно туда а программа мне просто не выполнит это действие не сможет вот еще 2 сантиметра хочу у меня 2 уже заложено еще хочу 2 добавить 2 сантиметров шлицу только со знаком минус и пытаюсь построить вот 4 например и еще пусть будет 8 12 сантиметров хочу отложить можно сразу и скос будет задать если я захочу а нет я его потом подвину ничего не происходит потому что не может 12 сантиметров перескочить 4 сантиметра как нам избавиться от построения с этой стороны я должна не такую тогда модификацию делать не в этом режиме я удалю ее и построим этот подгиб 4 сантиметра это все правильно но только в начале и в конце построения меня не устраивает в конце я его отключу чтобы чтобы просто нашлось пересечение одного участка и другого не нужна мне здесь надсечка тем более конечно и вот теперь путь свободен вот теперь длина участка посмотрите я в нее указываю 14 182 значит мои задуманные 12 получится построить ну давайте построю даже 14 из этой точки ширина наружу минус 2 поскольку уже 2 здесь есть и длина 14 ну и скос специально сейчас задам маленький сантиметровый чтобы вы увидели что он его сделать может но его можно всегда изменить вот теперь построился этот выступ поскольку он мог это сделать но я хочу еще скос добавить вдоль этой линии это тогда вот эта операция сместить точку в направлении на и я вдоль этой линии вдоль этой линии например еще на минус 1 потому что укорачивать буду здесь знак определяется тем что будет происходить с этим направляющим указанным участком то есть появилась эмблема и особенность этой операции она смещает вдоль наклона указанного участка если бы я вот этот участок указала я бы вот сюда могла двигаться но указываем мы не точку а именно направляющую участку ведь в этой конечной точке сходится на самом деле два участка этот и этот и поэтому программе надо понять о каком из двух вы говорите ну и например я хочу поставить здесь надсечку на сантиметр для застрачивания шлицы это вот это наша операция ставить точку на срезе от вот этой точки на минус один опять же против часовой стрелки по обходу контур и вот она тут будет стоять а вот здесь вот я хочу сделать например счёсывание уголка могу просто поставить надсечку как мы умеем на пересечении вот этой линии с вот этой просто надсечку это если вам нужна такая обработка не зашлиться но я уберу эту эмблему я хочу действительно сделать вот уголочком оформить да конвертиком так сказать вот эта команда уголок шлицы рукава она как раз идёт после того как мы построили подгиб потом выступ построили и следующая идёт ровно уголок шлицы рукава указываю линию низа написано низ рукава но речь идёт о любой шлице вторая линия и вот в этой схеме я должна обратить внимание на вот эту линию ведь эта ширина предполагается которая вот сейчас активная ячейка что я должна понимать что вот моя общая ширина 4 а не 2 2 это в этой эмблеме было значит 4 я задаю подгиб здесь тоже 4 4 ну и припуск шва я получается тоже должна здесь задать на оформление этого конвертика у меня будет сантиметровым то есть как я буду каким швом этот уголок застрачивать и получается вот такая уже теперь конструкция но видите она собой поглотила надсечку поскольку модифицирован был сам участок в этой конструкции такое может быть да то есть одна модификация вступила в конфликт с другой и тогда мне надо будет во первых надсечку вот в этом уголке поставить ну и если мне действительно нужна была эта надсечка мне ее лучше тогда еще раз перестроить смотрите я могу найти ее там и удалить раз она там затерялась поставьте ее уже в конце вставить надсечку от этой на минус 1 да уберу эмблему вот она теперь окончательно оформилась аналогично строим шов на бачке и на детали переда установить параметры швов в круговую сантиметр здесь все просто и пониже ноль ну а на детали переда тоже могу сразу отложить перехожу на следующий в круговую сантиметр по низу тоже ноль но я и по линии центра тоже должна буду отложить ноль чтобы строить например вот такие же по принципу вот этого отворота например припуск на застежку но я отложу здесь не ноль а сразу два сантиметра под молнию например припуск хочу дать и я записываю минус два записать построить понимаю что линии параллельны а значит будет вот такая история сходящаяся на сантиметр линия да но я перехожу на следующий задам окончательно и все будет уже корректно здесь я по низу оформлю ну просто отворот четырехсантиметровый здесь тоже наверное четырехсантиметровый точно так же для сопряжения могу в этих точках надсечки иметь но вообще честно вот сам чертеж да имейте ввиду что плавность вам может нужна быть да ну очень острая линия как бы мне бы тут скруглить ее немного есть такая операция без е когда я имею возможность искривить линию мы то знаем что без е есть чертежи но оказывается она есть и здесь для среза я могу вот так немного линию сделать более округлой ну если мне так нравится и вот здесь просто имейте ввиду что у вас будет такая возможность доставляем дальше надсечки ну и уступ здесь поскольку членение есть тоже с острым уголком да там есть острый уголок но угол не очень острый да он не 90 градусов он меньше значит он относится к отряду острых углов но вы же видите разницу насколько этот острый и насколько этот не острый так вот если у вас вот такие членения не критично наклонной линии сама линия по отношению к пройме идет более отвесно а здесь вот явно падающий косой наклон то смотрите тут с выступами все будет хорошо вы не обязаны всегда делать уранные выступы уголки только в местах очень острых углов потому что смотрите если я сейчас измеряю разницу 1 07 минус 1 09 там 0 0 0 то есть нет смысла строить уран ну и вот например здесь мне может захотеться построить уголок или уступ уступ это прямой угол до пересечения с этой линии действительно уступ но если у меня курточка бесподкладочная например джинсовая курточка да она будет обтрепываться тогда мы можем строить здесь уголок к этому участку до пересечения с вот этим зеркальный уголок шириной сантиметр как его проверить экранный перегиб линия перегиба перегибаемая часть то есть повторение вот этой формы и ваш припуск будет спрятан здесь то же самое я могу захотеть зеркальный уголок точно так же к этому участку зеркальный уголок двух сантиметров а вот еще здесь надсечку поставлю в этой точке так вот по этой полочке есть очень важная особенность видите конечную точку то есть раз участок два участок так вот в случае когда участок представлен несколькими вот этими сегментами участками вы не можете использовать операцию построения подгиба если бы это была одна линия вот так же как идет у вас линия низа бачка спинки я могла бы и по линии борта указать сразу с двух сторон вот эти зеркальные уголки ведь по сути вот это построение мы спокойно можем заменить на шов 4 сантиметра давайте я даже это покажу я вот сейчас уберу вот эту модификацию и построю другим способом если линия единая я это могу себе позволить минус 4 вот двойной щелчок ячейка загорается и вы отсюда уже курсор не убирайте так вот теперь я построю два зеркальных уголка шириной 4 сантиметра раз уголок два уголок и еще надсечки то есть сумма четырех модификаций два уголка и две надсечки это и есть комплексное построение подгиба эффект тот же самый ведь уголок зеркальный так же повторяет форму боковых сторон на уровне двойного подгиба как и заложено в принципе построение подгиба манжет цельного экрана типа отсюда вывод по борту если бы я хотела использовать я могла только в случае если бы у меня тут не было конечной точки сейчас не могу так же